Всем привет, друзья! И если вы смотрите мои видео достаточно давно, то прекрасно знаете, что я люблю заказывать книги в интернет-магазинах Viberys и Ozone. И недавно, листая ленту этих интернет-магазинов, а точнее приложения, я начала замечать, что среди ассортимента этих товаров попадаются товары, которые есть в магазине Fixed Price. И поэтому у меня возникла идея сравнить цены в этих трех магазинах и сделать вывод, где выгоднее покупать тот или иной товар. Поэтому, если вы тоже любите выгодные покупки, то оставайтесь со мной и давайте вместе разбираться в этом вопросе. И вообще идея этого видео возникла у меня, когда я наткнулась на крем из серии Домашний Доктор, Голубика и Шалфей, а также с ментолом, эвкалиптов, алоэ и вера. Эта серия широко распространена в Fixed Price и периодически появляется в продаже, хотя в последнее время почему-то ее не видно. Стоят такие баночки по 99 рублей и пользуются большой популярностью. И какое же было мое удивление, когда на Viberis я нашла такой крем за 190 рублей и даже за 202 рубля. А на Азоне такие баночки стоят 220 рублей. Складные пластиковые ящики за 199 рублей, которые многие покупают для хранения овощей, тоже продаются в двух этих интернет-магазинах. Сортировала я все цены именно по возрастанию, искала самый дешевый товар. И среди всех таких ящиков самыми дешевыми были ящики по 353 рубля, причем меньшего объема 12 литров. А на Азоне цены начинали с 545 рублей. Керамические подставки-подложки в фикс-прайсе стоят 77 рублей. Кажется, что они везде должны так стоить. И какое же мое было удивление, когда на Азоне я увидела цены от 240 рублей за такие же ложки. А также на Viberis ложки продаются от 106 рублей. Ну, в принципе, там подешевле. Недавно в фикс-прайсе появились раздвижные пластиковые дуршлаги. А стоят они 99 рублей. Намного дешевле, чем даже на Алиэкспрессе. И также я нашла подобные дуршлаги на Viberis. Цены начинаются с 455 рублей. Причем размеры этого устройства точно такие же, хотя бывают и другие модели с синеликоновыми вставками. А на Азоне еще дороже, свыше 500 рублей. Дезодорант антиперспирант в виде спрея Lady Speed Stick с ароматом арбуза в фикс-прайсе стоит 99 рублей. Точно такой же дезодорант на Азоне стоит практически в два раза дороже. Шампунь Clio Man в маленьком объеме. 200 мл сейчас начал появляться на полках фикс-прайса. Цена 99 рублей. На Азоне цены начинаются с 294 рублей. Причем объем тоже 200 мл. Только слегка отличается серия, но все же фирма одна и та же. На Viberis чуть подешевле. 183 и 174 рубля за такой же объем. Шампунь для волос от Gimalaya с экстрактом алоэ вера тоже стоит в фикс-прайсе 99 рублей. Точно такой же шампунь на Азоне 249 рублей. А на Viberis шампунь такого же объема, но только с другими добавками. 198 рублей. Шампунь чистая линия. Объем он 400 мл. С различными природными добавками, компонентами с экстрактом яблока, мяты, крапивы, календулы и всего чего угодно. Причем это все натуральное. Стоит 77 рублей. На Viberis такой шампунь начинается от 110 рублей. А на Азоне продаются наборы, состоящие либо из двух шампуней, либо из шампуня и бальзама за 330 рублей. Какое же было мое удивление, когда на Viberis я нашла продукцию фирмы Parli из линейки Ohanami. Вообще недавно в фикс-прайсе эта линейка появилась. И среди всего этого нашла маску, которая продается в фикс-прайсе за 77 рублей, насколько я помню. На Viberis они стоят по 162 рубля, 158, но в среднем 160 рублей за банку. Практически в два раза дороже. Различные спа-носочки. Это серия корейской косметики. В фикс-прайсе стоит 99 рублей. Конечно, точно такого же производителя на этих интернет-производных площадках я не нашла. Но все эти носочки схожи по своему действию. И стоят они на Азоне от 160 рублей. Ну и примерно так же на Viberis. Скрабы под названием Таблетка красоты. Причем эти скрабы продаются как для лица, так и для тела. В фикс-прайсе стоит 55 рублей. Это новая линейка косметики от FITO COSMETIC. И тоже они есть в свободной продаже на Viberis. И цена тоже в два раза дороже. Я, честно говоря, не понимаю, какие условия выставляют эти интернет-площадки, что приходится настолько завышать цену. И все-таки я думаю, что многие покупатели будут бежать в фикс-прайс и покупать намного дешевле, в два-три раза дешевле, чем в этих интернет-магазинах. Многие родители оценили игрушки «Праздничный торт» за 199 рублей. И даже находили фотографии, что в других интернет-магазинах подобные наборы стоят намного дороже. И вот, например, на Viberis подобный набор, но, конечно, чуть большего размера, стоит 800 рублей с копейками. Зубная паста Aqua Fresh, которая недавно появилась в продаже в фикс-прайсе, на удивление, находится в одной ценовой нише во всех этих интернет-магазинах. Так что тут, в принципе, ничья. Но вот дела с гелем для душа от фирмы Timothy, это Timothy Man, дела обстоят намного хуже. В фикс-прайсе он стоит 77 рублей за объем 250 миллилитров, ну а на Viberis в два раза дороже 150-160 рублей. И практически точно такая же ситуация обстоит и с чистящими средствами. Например, чистящий гель Domestos тоже в два раза, в два с половиной раза дороже. И самый бюджетный вариант геля, который, например, в фикс-прайсе стоит 55 рублей, на Viberis можно купить за 125 рублей. То есть это, да, в два с половиной раза дороже, чем в фикс-прайсе. Пластиковые полочки для хранения специй за 199 рублей, которые недавно появились в нашем магазине. И я, естественно, купила себе такую полочку, правда, использую ее не для специй. Я также нашла на Viberis. Но вы посмотрите на эту цену, 666 рублей. Друзья, честно говоря, я нахожусь в диком шоке от этих цен. И я не знаю, как мне удается там еще находить дешевые книги, потому что впечатление складывается, что все товары на этих интернет-площадках намного дороже. Новое мыло от производителей братья Крестовниковы. Это жидкое мыло, к сожалению, пока я не нашла в продаже. Но зато вам от всей души советую именно в фикс-прайсе. Представлен большой ассортимент. Но на Озоне и на Viberis продается пока только кусковое мыло от этого производителя. Спрей-мист Оханами, который призван фиксировать макияж, а также мотировать кожу. Я покупала, к сожалению, для моей кожи он не подошел. Стоит в фикс-прайсе 77 рублей. На Viberis он тоже продается и цены от 133 рублей за точно такой же объем. И, друзья, я не знаю, кто там будет покупать такой мист, если в фикс-прайсе он стоит всего лишь 50 рублей. И какая-то просто аховая ситуация обстоит с дуршлагом складным. Например, в фикс-прайсе они продаются в большом количестве, причем разных форм. На Озоне просто бешеные какие-то цены. Самый дешевый дуршлаг подобного формата стоит 625 рублей. Извиняюсь. Но на Viberis цены начинаются от 160 рублей. Ну, в принципе, это еще по-божески. Ну, и, в принципе, мельничку для специй можно купить и на Viberis. Стоит она там всего лишь на 16 рублей подороже, чем в фикс-прайсе. В принципе, я считаю, это не сильно критично. Крем-баттер для тела онкеры с экстрактом с маслом орехов макадамии, а также с манго, которые мы с вами полюбили и многие охотятся за этим маслом. Стоит в фикс-прайсе 99 рублей. На Viberis 238 за такую же баночку. А также пластиковые контейнеры для специй, которые в фикс-прайсе стоят 55 рублей, на Viberis можно купить от 170 рублей. Слов у меня, честно говоря, нет. Ну, что, друзья, вот и подошло это видео к концу. И, честно говоря, я нахожусь в определенном шоке. Под некоторыми видеообзорами из фикс-прайса я встречала комментарии такого рода, зачем же вы там покупаете всякую дешевизну, лучше купить дорогой качественный товар. Но, друзья, мы тут с вами столкнулись с такой ситуацией, что те же самые товары в разных интернет-магазинах стоят по-разному. И поэтому зачем переплачивать деньги за тот же самый товар, который в фикс-прайсе можно купить дешевле. И нет, это никакая не пропаганда фикс-прайса. Моя политика искать выгодные предложения, дешевые, качественные товары. И если на Вайберес и на Озоне начнут появляться бюджетные товары хорошего качества, естественно, я буду вам про них рассказывать. Ну, а пока фикс-прайс все-таки выигрывает.